MAKOV.NET. Максимальные скидки подписчикам AppleInsider.ru Компания Harman долго собирала достойных птенцов в свое гнездо, в итоге подружив профессиональную акустику и массовый рынок в нескольких именитых заслуженных брендах. Сегодня речь пойдет о наушниках JBL, освеживших линейку Syncros в моделях E10, E30, E40 и E50. Это AppleInsider.ru, поехали! Начнем со старшего брата JBL Syncros E50BT. Есть несколько цветовых вариаций, нам досталась самая, на наш взгляд, симпатичная – белая. Несмотря на кажущуюся массивность, вес 300 граммов у E50 на голове заметен не сильно. Посадка показалась хорошей и подходящей для длительного ношения. Материалы отделки, пластик и эко-кожа, сборка на высоте, фирменный дизайн никуда не делся, успев по пути к пользователю получить награды Red Dot и международного форума дизайна за 2014 год. Наушники складные, чашки поворотные, так что влезут даже в небольшой рюкзак. Главное не забыть комплектный кабель для зарядки. Используется USB-2 mini jack, причем аж на 2,5 мм. Впрочем, на недолгую поездку и встроенной батареи хватит. Сама компания говорит о 18 часах работы, а мы сами оставляли в офисе запущенным воспроизведением наушники с 8 вечера до обеденного перерыва следующего дня, и в E50BT все еще теплилась жизнь. Если же батарейка села, то можно взять из комплекта второй кабель для проводного подключения наушников. Добавили дополнительные микрофоны на чашках для устранения эхо в сложных помещениях. Данная технология называется PureConnex. Управление сосредоточено на левой чашке гарнитуры. Здесь и воспроизведение, и громкость, и активация любопытной технологии ShareMe. Кнопка активации сопряжения также находится на левой чашке. Смотрит назад, неяркая, и помешать соседям по вагону в метро не должна. Та самая технология ShareMe – это возможность при наличии таких же E50BT или моделей чуть помладше, устроить коллективное прослуживание музыки из одного источника. Например, можно совместно смотреть кино на iPad или ноутбуке, если по Bluetooth подключены E50, а к ним E40 или E50. Функция забавная, заодно и в проводах-переходниках путаться не надо. Работает, кстати, действительно просто и быстро. Нажатием в прямом смысле пары клавиш. Инструкция в этом плане не обманула. Звук привычен по моделям JBL, если немного дистанцироваться от вопросов беспроводной передачи аудио. Басы здесь есть, что многим почему-то очень важно, и они хорошо прорисованы при помощи фирменных технологий Pure Bass. Звук интересный, но некоторые знакомые треки звучат непривычно. Впрочем, слоган у компании как раз «Hear the truth» – «Услышь правду». А правда, она, как известно, не всегда такая, какой ее ожидаешь услышать, не так ли? Громкости хватает для большинства ситуаций, в которых может оказаться живой человек. Ну и средняя цена в 6-7 тысяч рублей – это тоже довольно интересный момент. JBL Syncros E40 – тоже модель с приставкой BT, беспроводное решение для любителей интересного звука. Внешне они перекликаются со старшей и младшей моделями в линейке E50 и E30, а младшей, скажем, пару слов чуть позднее. Если говорить кратко, то модель фактически повторяет старшего товарища, но чашки несколько меньше. Уши они уже не закрывают полностью, по крайней мере, не у всех. Вместе с габаритами ушли и 100 граммов веса, но немного уменьшился и аккумулятор. Тут уже стоит рассчитывать часов на 12-15 работы. Хотя, опять же, села батарейка, есть кабель в комплекте. Конструкция складная, с поворотными чашками, управление сосредоточено на левой. Поддержка в ShareMe присутствует тоже. Можно с другом, с такими же наушниками вместе слушать музыку с одного источника звука по Bluetooth. В качестве гарнитуры E40 служит исправно. Музыку играют хорошо, так что к JBL придраться будет невозможно. Они уже не первый год на рынке. И стоят и стоят E40 на ступеньку ниже 50-х – от 5 до 6 тысяч рублей. E30 от JBL – проводные накладные наушники. Хотя сейчас практически все, что работает наушниками, прекрасно выполняет задачи гарнитуры. Данный продукт не исключение. Впрочем, начинать все равно следует с дизайна, который именитый производитель охраняет очень строго и дорабатывает весьма аккуратно, чтобы поклонникам марки легче было находить свои любимые уши среди прочих. Дизайн на месте, да и цветовые решения хороши. В нашем случае это насыщенный глубокий синий. E30 легко приводится в компактное состояние для транспортировки в рюкзаке или сумке. Чашки поворотные, провод съемный, что тоже добавляет удобств. На самом кабеле расположился микрофонный блок гарнитуры с единственной кнопкой. Впрочем, как пользоваться однокнопочным пультом, все и так знают. Звук такой же, как и у всех JBL. Данное определение может показаться вам странным, но окрас звучания ушей из линейки Synchros – он какой-то свой. Не похожий даже на родственные бренды, вроде тех же AKG или Harman Kardon. Баса много, не перебор, как у некоторых, а просто достаточно. С остальными частотами тоже полный порядок. Так что если беспроводная функциональность старших братьев по линейке кажется избыточной, то E30 – отличный вариант за свои 4000. Что же до самых младших в обновленной линейке? E10 – это такая модель, которую можно себе завести, даже если большие JBL у вас уже есть. Маленькая проводная работает и с iOS-устройствами, и если что, с Android. Комплектная упаковка служит чехлом для переноски. Звук свою стоимость 1500-2000 отрабатывает по полной. Плоский провод не спутывается, посадка в ушах дискомфорта не вызывает. Можно в метро музыку слушать и использовать ее повседневно. Можно бросить сумку прямо в чехле и при необходимости воспользоваться. От компактной гарнитуры большего не требуется. В общем, добавить-то и нечего больше. Хорошая осенне-зимняя коллекция вышла у JBL. Под различные задачи и для разных категорий пользователей. Внешний вид очень приятен, модели складные. Любопытной, кажется, функция ShareMe для друзей с наушниками из той же линейки. Советуем обратить внимание. Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, обсуждайте, ставьте лайки, следите за новостями на appleinsider.ru. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok